Первая гравюра, которую я делал, где пытался повторить штрих, линии, выработать какой-то стиль, подражание именно дюру. Это первые работы петербургского художника Павла Пичугина «Адам и Ева и Мария с младенцем» по стилю, близки к творениям немецкого мастера. Постепенно начал появляться свой стиль и сюжеты. В черно-белой технике в основном изображены архангелы. А вот цветная линогравюра – это пейзажи Санкт-Петербурга. Смотрите, здесь небо, один цвет, здесь второй цвет. Это сложный процесс, потому что каждый цвет – это отдельная доска, на которой накатывается краска и стискивается бумагой. На бумагу переходит. Самое сложное – это, конечно, совмещение. Как делать графику в цвете, Павел Пичугин расскажет на мастер-классе. Такие уроки от мастеров – особенность 6-го Всероссийского конгресса «Экслибриса», который стартовал накануне в областной столице. Для участников – плотная программа и полуторатысячная подборка гравюр из России, Украины, Эстонии, Казахстана и Республики Беларусь. Это книжные знаки, созданные за последние 2-3 года. Главных тем – мир, истории, культура, религии, классика и современность. Мы стараемся каждый раз что-то придумать новенькое, чтобы было интересно всем приехавшим участвовать. Ну, понятно, кроме того, что у нас новые работы появляются на выставках, мы организуем новые выставки, стараемся привлечь новых людей, ну и какие-то еще новые формы. Более 200 участников из 14 регионов России и 5 зарубежных стран представили свои работы на выставке. Многие приехали лично и уже не в первый раз. Говорят, пейзажи Вологодчины дарят вдохновение. Когда нас повезли в Кириллов и повезли смотреть росписи Дионисия, вокруг, пока мы ехали, была такая зелень. Ну, просто наглая зеленая краска. Те пейзажи, которые встречаются здесь, это необычайно красиво. Очень приятно, что 6-й Всероссийский конгресс Экслибриса проходит в городе Вологда. А в Вологде это как выстрел в десятку. Столицей российского Экслибриса Вологда становится уже в шестой раз. Конгресс проходит при поддержке Министерства культуры России, областных властей и общенационального общества любителей Экслибриса и графики. В доме Крыбакова организованы 7 выставок – основная и 6 авторских. Увидеть их в Вологжане смогут до 24 сентября. Станет основной площадкой для обмена опытом, непосредственно обменом тех произведений искусства, которые находятся в этих залах. Рад на то, что все эти работы, ну и большая часть остается здесь, в Вологде, в фондах Вологодской областной картинной галереи. И, наверное, не побоюсь этого слова сказать, что коллекция Вологодской областной картинной галереи является одной из крупнейших, а может быть даже самой крупнейшей коллекции произведений Экслибриса в мире. Сейчас Вологодская коллекция насчитывает более 15 тысяч уникальных произведений гравюры, а в ближайшем будущем планируется открытие музея книжного знака.